Это было одно из самых громких уголовных дел прошлого года, пусть и само событие произошло в октябре 20-го. Расследование было долгим и весьма непростым. Как в настоящих детективах, следователи искали малейшие зацепки. На трассе М5 мужчина сбил велосипедиста. Парень после аварии получил несмертельные травмы, но в итоге скончался. Вместо помощи водитель оттащил его в кусты и засыпал ветками. Из Рязани убийца уехал сначала в Ульяновск, потом Саранск и Самару. В одном из этих городов он сдал свою газель на утилизацию. Следователи провели порядка 8 следственных экспериментов, в которых воспроизвели всю обстановку случившегося. Собрали достаточную доказательную базу. И водитель свое наказание понес. Это только одно из множества дел. В 2022 году мои следователи расследовали больше 120 уголовных дел, из которых больше половины относятся к категории тяжких и особо тяжких. Расследованы направлены на суд больше 10 убийств, такое же количество изнасилований. В этом же списке и преследование должностных мздоимцев. 5 дел о факте получения или дачи взятки служебной подлоги. По итогу 2022 года Александр Логинов работу Рязанского МСО оценил на «отлично». Правда, сама работа следователя от кинематографичной картинки отличается сильно. Например, в кино за одну минуту проводится несколько десятков экспертиз, а виновных мучает совесть, и они признаются под тяжестью улик. В реальности чаще преступники изворотливее. Тот же водитель, что сбил парня, придумал с десяток алиби. И виновника наказали благодаря хорошей работе следственного отдела. Но такие дела, как признался Александр Логинов, только закаляют следователя. Когда следователь видит конечную цель своего уголовного дела, когда он сам убежден в виновности человека и собирает доказательства по нитке, по маленьким частичкам, но в итоге все это складывается в большую доказательную базу, вот тогда наступает действительно победа. Вот тогда наступает настоящий интерес к работе. Вот тогда ты понимаешь, что ты идешь по правильной дороге, ты на правильном пути. 15 января – это день работника следственных органов. Александр Логинов рассказал, что следователям желают усидчивости, усердности и внутреннего стержня. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».